Вопрос в повестке не значился, но был ожидаем. Губернатор края внес поправки бюджета региона на 2018 год. Казна края благодаря поступлениям из федерального бюджета выросла более чем на 3,5 миллиарда рублей. Прибавку потратят на повышение минимальной зарплаты и другие важные направления. Я не согласен с теми, что все говорят, что нужно оптимизировать, оптимизировать. Нужно не оптимизировать наши расходы, нужно повышать эффективность использования этих денег. Довольно бурное обсуждение вызвало последнее чтение закона о штрафах за заднюю плату курортного сбора, который вводится в регионе с 1 мая. Высказывались, впрочем, не про наказание, а о самом сборе и его необходимости. Стало известно, что эксперимент отложили и Крым, и Краснодарский край. Но, как затем заметил руководитель правового комитета Андрей Осипов, обсуждаются сегодня именно штрафы, а не сам сбор. Его с 1 мая туристы будут платить в двух регионах – нашем и Ставрополье. Солидарны были наши депутаты и с коллегами из другого региона – Приморского края. Саксобрание поддержало обращение в Госдуму с предложением принять федеральный закон об обращении с бездомными животными. Пока же у разных регионов могут быть свои правила, противоречащие друг другу. Верховный суд выразил позицию о незаконности автоназии здорового и безнадзорных животных и недопустимости применения метода отлова стерилизации врата в окружающую среду. А, соответственно, проекции на краевой неурегулированности в правовом плане тема резонансная. Одним из центральных сессий был отчет председателя счетной палаты края Виктора Миненка. Ведомство увидело за год резкий рост финансовых нарушений в регионе – почти в два раза – до 1,7 млрд. рублей. При этом в муниципалитетах финансовый контроль и вовсе под вопросом. Только в восьми территориях нарушений нашли на полмиллиарда рублей. А где-то и вовсе не занимаются контролем финансов, нарушая бюджетный кодекс. Не потому, что на краевом уровне так уж все хорошо, а потому, что на муниципальном уровне ситуация, требующая с моей стороны кричать об этом. Расценивайте мое выступление как крик о том, что мы должны с вами совместно в течение этого года эту ситуацию исправить. Комитет по местному самоуправлению предложил создать рабочую группу, которая будет решать, как исправить ситуацию в муниципалитетах и все-таки наладить там финансовый контроль. Наши новости будут следить за развитием событий. Также депутаты сегодня узнали из отчета уполномоченного по правам предпринимателей Павла Нестерова, что в регионе становится меньше предприятий, а от главы управления МЧС Игоря Лисина, что диспетчерские службы в районах не справлялись со своими функциями во время паводка. Такой была эта сессия краевого заксобрания. Василий Морозов, Павел Лауронин. Наши новости.